Вот такой вот приятный интерфейс, несколько идёт таких плиток привлекательных, каждая из которых отвечает за определённый уровень оптимизации. Как видите, есть вкладка обслуживания, ускорение работы, очистка диска, устранение неполадок и все функции. Как видите, доступно сейчас 32 функции. Возможно, с выходом новых обновлений их будет больше. Также обратите внимание на вот такие вот кнопки. Здесь мы можем выбирать режимы работы компьютера. С режима экономии можем включить, что будет выгодно для ноутбуков, которые работают от аккумулятора, а не от сети. Режим стандарт, который включен по умолчанию. И режим турбо, это максимальная производительность и отключение ненужных к службе процессов. Также можно включить режим полёта, который отключит все средства связи. Wi-Fi, Bluetooth и другие там, возможно, разные модемы подключенные. Начнём с обслуживания. Нажав на эту кнопку, мы запускаем автоматический процесс сканирования, который будет находить ошибки в релиз, нерабочие ярлыки, старые данные браузера, которые являются мусором или занимают место на диске. Освобождение места на диске. Нам сейчас программа указывает, что найдено почти 270 мегабайт мусора. Предлагается сканирование на поиск дубликатов файлов. Можем запустить. Включилась независимая утилита Duplicate Finder. Здесь мы можем нажать поиск, чтобы запустить анализ. Также у нас возможностях очистки. Есть вкладки поиск больших файлов и папок, удаление неиспользуемых программ, надёжное удаление файлов. То есть можно их удалить с концами, чтобы никто уже не мог остановить удаление нерабочих ярлыков. Так, я здесь остановлю. То есть, я думаю, суть понятна. Возвращаемся назад. Смотрим вкладку устранения неполадок. Значит, здесь мы можем проверить жёсткий диск на наличие ошибок. Нажав эту кнопку сканировать. Также нам предлагается установить антивирусную защиту, чтобы повысить уровень безопасности системы. Для этого нажать нужно скачать. То есть это уже на ваше усмотрение. Есть ещё возможность отключить принудительное завершение приложений во время выключения ПК. То есть, когда вы выбираете завершение работы, все запущенные программы принудительно закрываются. Возможно, некоторые из них некорректно завершат свою работу, не сохранятся определённые изменения. И это вызовет при следующем запуске какие-то сбои. То есть этот режим также можно отключить, чтобы при выходе из системы все программы корректно завершались, сохранялись все данные, и лишь потом будет осуществлено выключение ПК. И тут дополнительные рекомендации. То есть предлагают скачать программу для обновления драйверов. То есть мне это не нужно, поскольку я использую драйвер-бустер от компании Obit. И меня всё устраивает. Ну и плюс предлагают установить VPN. То есть раздел «Устранение неполадок» — это больше такая рекламная страница, где продвигаются продукты AVG. Также есть вкладка «Устранить другие общие неполадки». Вот они нам все отобразились. И мы можем определённые пункты ознакомиться. Сбоку есть описание. Выделить, нажать «Далее» и устранить эти неполадки, если вы считаете, что это неполадки. Потому что программа анализирует по-своему, пользователь видит это по-другому. Также можем проверить диск на наличие ошибок. То есть выбираем все подключенные диски, в том числе и внешние. И работаем с утилитой AVG Disc Doctor. То есть эта утилита уже довольно-таки старая. Ну старая в том плане, что существует давно. И её эффективность подтверждена многими тестами, многими экспертами. Так что советую периодически её запускать. Восстановить удалённые данные. Это утилита, которая поможет вернуть файлы, которые случайно или намеренно были удалены. Но одно такое замечание. Если вы воспользовались средством зачистки данных на диске, то после использования такого средства вы уже не сможете восстановить удалённые файлы. И есть ещё центр Rescue Center, который позволяет создать флешку или диск для восстановления системы. То есть если у вас вследствие действия вируса или других негативных факторов система перестала запускаться, вы с помощью данного средства восстановления сможете зайти в систему и выполнить необходимые спасательные действия. Ну и давайте посмотрим все функции. Здесь очень удобно разделено на разделы. По каждой ссылке есть подсказка. То есть можно не тыкать по ссылкам на свой страх и риск, а сначала прочитать, что оно означает и потом работать. Допустим, мы можем включить режим Turbo. Нам предлагаются индивидуальные настройки. Не буду этого делать. Вы сможете потом скачать, попробовать. Ну и опять же все эти же функции, которые мы рассматривали отдельно, они вынесены все вот в этом окне. Можем выполнить очистку системного кэша, то бишь удалить мусор. Я думаю, суть понятна. Также в разделе «Реестр» есть интересная утилита редактирования реестра, которая является заменой стандартной утилиты Raggedit. Внешний вид немножко поприятнее, но суть та же самая. Единственное, что здесь результаты поиска, они вынесены вниз, что намного удобнее, чем в обычном редакторе реестра. В общем, утилит здесь очень много полезных. С ними со всеми вы можете поиграться, скачав и установив данное приложение. Работает оно довольно шустро. Ресурсы системы практически не нагружает, что делает возможным использование на ПК с небольшой производительностью, с небольшим количеством оперативной памяти. и с не очень мощным процессором. Рекомендую вам попробовать. Как я уже говорил, ссылка на скачивание есть в описании к данному видео. Если ролик вам понравился, ставим лайки и не забываем подписываться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...